Здравствуйте! В сегодняшнем видео я хочу вам рассказать, как я делаю листья монстера. В своих композициях я использую два вида листьев. Вот такие листья. У них здесь проволока. Такие листочки использую обычно в горизонтальных композициях, когда лист лежит на поверхности и проволоку внизу не видно. И также у меня еще вот такие листочки есть. Здесь проволоку совершенно не видно, но она там присутствует. Вот, листочек гнется, ему можно придать любую форму. Соответственно, он используется у меня в горизонтальных, вертикальных, прошу прощения, композициях. То есть, когда у нас видна другая сторона, и нам не нужно, чтобы там была проволока. Этот способ немножко тяжеловатый, делается долго, поэтому я вам сейчас расскажу самый простой способ изготовления этого листа. Вот такой, то есть, с проволокой. Для того, чтобы сделать этот листик, у меня вот такой вот рабочий шаблончик. Его вы сможете скачать и распечатать. Ссылка будет в описании. Вырезаем мы его из иранского фоамирана. И мы должны приклеить к нему проволоку. Для этого я использую обычный суперклей. Просто вот так вот наносим. И аккуратненько приклеиваем. Вот так вот. Дальше мы используем утюг. У меня вот такой вот он маленький. Мне удобно с ним работать. Половинку мы прикладываем. И ждем, когда он немножко начнет надуваться. Вот видите, он уже изгибается. Положили. Немножко остыл он, чтобы не согнулся совсем. И затем вторую сторону. Точно так же ждем, когда он немножко округлится. Вот так. Все. И положили. Утюг больше не нужен. Вот такой вот листочек у нас получается. Он уже приобрел определенную форму такую объемную. Опять же, проволока гнется. Ее можно будет немножко сделать так. Более естественно. Ну и дальше, конечно, остается дело только за тонированием. Для этого я использую акриловые краски. Они у меня в баночках, потому что я их разбавляю замедлителем высыхания. Для акриловых красок у меня желтый, красный и зелененькие цвета. Почему разбавляю замедлителем? Потому что, как мне кажется, что всегда есть возможность исправить. Конечно, стоит высыхать намного дольше, чем просто акрил. А с разбавителем чуть дольше. Но зато есть всегда возможность что-то поправить. Вот такими движениями я всегда наношу краску. Так она ложится ровнее. Так вот, темно-зеленый цвет. Листья, потому что в основном темно-зеленые. У меня травянистый цвет. Вот так. Закрашиваем сначала основную часть. Потом будем придавать небольшие оттенки. У меня вот такие кисточки, чтобы не пачкать руки. Намного удобнее работать. По краешкам чуть-чуть дадим желтеньким. Так. Теперь снова зелененьким. Выравниваем цвет. Немножко желтые крышки у нас получились. Все остальные части закрасим зеленым. И потом уже затонируем красным цветом. Так. Теперь красненький. По краешкам вот так вот пройдемся. Можно немножко акцентировать серединку. Чуть-чуть разорвняем. Чуть-чуть разорвняем. Вот такой вот листик у нас получается. Вот такой вот листик у нас получается. После высыхания. После высыхания мы окрасим его с другой стороны. Этого я уже показывать вам не буду. Все. Вы поняли технологию. Сейчас я просто хочу сделать небольшой анонс следующего мастер-класса, который выйдет в скором времени. В нем я покажу вам, как изготовить зелень для букетов композиций. То есть в этом видео у нас будут вот такие листочки. Я их использую. Они тоже с двух сторон. Проволоки не видно. Такие листья. Будет вот такой листок монстера двухсторонний. И вот такой вот листочек пальмы. Вот, наверное, и все. Спасибо за просмотр. До свидания. До свидания.